Всем привет, приветики! Канал АйКТВ, с вами Мистер Кис. Ребята, всех хочу поздравить с праздником Великой Победы! Да здравствует Великая Победа, 74-е годовщина! Ребята, сегодня будет маленький обзорчик игры World of Tanks. Ну, здесь я хочу показать, у меня самоходная противотанковая артиллерийская установочка. И вот сейчас, давайте посмотрим, здесь я занимаю место такое не очень удачное. Это бой в городе, и я только-только начал играть и прокачиваю ветку артиллерийских установок, самоходных артиллерийских установок. Итак, я сейчас развернусь и займу место такое, знаете, как бы выжидающее, если можно сказать, вскрытное. И спрячутся вот за этим деревом. Так, я, конечно, никого не хочу в этом ролике никого учить, я просто хочу показать, что на самом деле, даже вот от такой установки, да, не очень сильной, можно ожидать очень-очень многого. То есть, как говорится, ну, увидите. Итак, я занял вот такое место, и тут стоял всю игру практически. И ничего, соответственно, не происходило, по мне никто не стрелял, и я не стрелял. И вот под конец игры практически, практически под конец игры, я думаю, что же делать? Ну, так стоять надо же нашим помогать. Так же нельзя просто вот взять и закончить бой без одного выстрела. И смотрю, счёт 4-2 в нашу пользу, в пользу зелёных, ну, соответственно. И тут я, наконец-таки, осмелел и выехал. И решил, надо всё-таки помочь нашим. И дринулся, как говорится, вперёд. И что же было дальше? Давайте посмотрим, ребята. Так, ещё хочу раз напомнить, я никого не учу, я просто показываю один бой, который был вчера, накануне праздника 9 мая. Дня Великой Победы! Итак, смотрим. Итак, сейчас ситуация изменилась, стало 2 на 2. Так, тут я даже, наверное, испугался и думал, пожалел, да, что-то как-то очень боязно оставаться в таком положении. Я не очень хорошо знаю этот город, и, как бы, с моей артиллерийской установки самоходной, очень плохо, она очень медленная, защиты у неё нет, и в городе с ней сражаться очень-очень некомфортно. Так, я занял вот такое место и хотел пострелять, ну, покидать блейдов, или как правильно называется. В общем, короче, ну, гад! Так, оттуда, как мне казалось, там кто-то находится. Ну, я так понял, что ни в кого я не попал, и понял, что это место не совсем удачное, и решил изменить немножко, ну, не тактику, а позицию, так как два раза... О, я увидел наш танк, ребят, и, видите, восемь процентов, восемь процентов, то есть у меня сто процентов осталось, а у какого-то танка там восемь процентов, ну, у нашего. Вот, пошли, пошли, пошли! Наши противники красные, я занял такое место за углом и хотел тут встретить. Ха-ха! Ну, наш убегает, наш убегает, ну, да, у него восемь процентов, это понятное дело, ребята. С восьмым процентами это любой выстрел его пробивает сразу же, и он, как говорится, труп. Так, ну, что делать, я даже и не знаю, что делать, я не знаю. Я стоял, стоял за углом, и тут я слышу, что захватывают нашу базу и рянулся на помощь. И я увидел, что я остался один. Не может быть! Я один против двоих, и это оба все находятся на базе. Итак, я увидел первого противника, стреляю, и попал. На базе находится еще один противник, он по мне два раза стрельнул, и у меня остался один выстрел. И победа! Победа, ребята! Победа! Вот так вот я долго стоял, стоял, и я один, ну, практически, но не один, конечно, смог вырвалить эту ситуацию, и наша команда победила. Это говорит о том, что даже небольшая машина, как самоходная установка, может все-таки оказать большой результат в победе. Итак, ребята, еще раз хочу всех поздравить с праздником, Днем Победы, с великой, с великим праздником, Великая Победа! Всем пока-пока! С вами был Мистер Кис! Увидимся! С вами был Мистер Кис!